Верховный Совет по инициативе президента принял ряд поправок в Воздушный кодекс. После теракта в Приднестровье Вадим Красносельский указом временно запретил использовать беспилотники без согласования с МГБ. Теперь уже по закону все беспилотники с массой свыше 30 килограммов будут подлежать обязательной регистрации. Они представляют наибольшую опасность, поэтому и контроль за ними будет особый, отметили сегодня на пленарном заседании. Госпошлину при регистрации платить не придется. Взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограмм мы предложили упрощенную регистрацию, даже не регистрацию, а учет их в уведомительном порядке. То есть никакая плата не предполагается, но учет таких летательных аппаратов будет осуществляться для того, чтобы можно было при необходимости установить владельца. Что касается совсем мелких летательных аппаратов, менее 150 граммов. Это все детские игрушки, а также квадрокоптеры с маленькими камерами. Их можно использовать свободно. Никакого учета регистрации. Сейчас на территории Приднестровья нельзя пользоваться беспилотниками. Это одна из норм указа президента о желтом уровне террористической опасности. Вадим Красносельский вел его 25 мая сроком на 15 дней. Еще одно решение парламента. Сегодня депутаты в окончательном чтении поддержали инициативу президента о серьезных штрафах для дрифтеров. Поводом разработать поправки в закон стали многочисленные жалобы граждан. В Тирасполе, к примеру, случаи дрифта чаще всего фиксируют в районе ЖД вокзала. В черте города это небезопасно и может привести к достаточно серьезным последствиям. В том числе и могут пострадать пешеходы и наши граждане, детки, взрослые и так далее. Поэтому к данному виду вождения особо пристальное внимание. И мы считаем, что такие виды вождения должны быть на специально оборудованных площадках. Штрафы за дрифт в законе предусмотрены выше, чем за другие нарушения на дороге. Любителям экстремальной езды придется выложить от 920 до 1840 рублей. А если учесть, что чаще всего такие водители нарушают сразу несколько правил дорожного движения, сумма штрафа может быть гораздо больше. Закон вступит в силу, как только его подпишет президент.